Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем 119-й Псалом. Большой очень урок, причем мы и сегодня не закончим. Но очень много хочется рассказать об этом. Итак, 119-й отрезочек Ламет. Первое, для чего я его читаю, для того, чтобы, когда человек привык говорить неправду, ему хочется исправить себя, вот это вот два раза в день читают и очень помогает. Для победы в суде читают вот этот маленький отрывочек 12 раз после молитвы Минха и потом обращаются к Богу с молитвой, это помогает в суде. Что еще? Вообще этой буквой Ламет создал что? Кева. Желудок. И для исцеления желудка надо читать Тихилим 119-й Ламет. Первый пасук, вот этот вот, точнее конкретно 96-й пасук из Тихилима Ламет содержит большой секрет, он великое имя написано, одно из 72-х великих имен. Оно имеет большую силу и вот в этой фразе, всему завершенного я видел предела, заповедь твоя безмерна, там находится эта фраза. И читая этот пасук, вот на слове Рихова, надо сосредоточиться, которое является, там в нем есть эти буквы, это же имя имеет силу вызволять человека из заключения. Оно имеет силу успокаивать злость, ненависть и так далее, чтобы обращаясь к кому-то, или чтобы человек тебя не так ненавидел, чтобы ушла ненависть. Влиять на других людей, чтобы они как бы слушали вас. И еще 89-й пасук из кусочка этого Ламет, это великий пасук, мы его читаем в Рошушана и в Йом-Кипур, и в тот момент, когда ставится печать, это очень важно, и поэтому величие этого кусочка мы и так поймем. Мем. Тегерим 119-й мем. Для открытия сердца изучить Тору. Если человеку не хватает силы на Тору, не входит в Тору, читают 40 раз вот этот кусочек, и он очень помогает. Есть еще продуктовые предложения. Шутка. Что для этого написано? Нужно на итроге или на яблоке пишут вот этот кусочек псукима, вот этого 119-й мем, и потом съедают и 40 раз произносят эту псукиму. Для хорошей памяти. Для хорошей памяти три раза читать Тегерим 119-й мем, это очень помогает. Теперь о проблемах с кишечником, когда у человека написано, что буквой мем Всевышний создал кишечник, и поэтому о проблемах с кишечником читают именно 119-й мем. Нун. 119-й мем. Для сохранности в дороге читают. Перед поездкой. Ты берешь с собой святость, когда ты читаешь этот кусочек. Сгула для памяти хорошая. Семь раз читается вот этот первый пасук Нун, и именно тебе слово твое, светильник, ноге моей, светстве земли. Некоторые мудрецы даже говорят, что хорошо читать все 8 строк на букву Нун, но это такое. Орган глаз. Для исцеления глаза. Написано, что буквой Нун создан, Всевышний создал глаз, и поэтому если проблемы с глазами, читаются Тегерим 119-й Нун. 119-й самых. Сгула. Очень большой кусочек читать, чтобы твоя молитва была принята небом. Еще, когда ты, ну, плохо оформленный, не получается у тебя разговор нормальный сверху, надо вот 119-й самых читать. Для усвоения учебы очень хороший, чтобы ты сумел не только учить, но и передавать, читается этот кусочек. Вообще, для избавления от плохих мыслей написано очень тоже хороший. 7 раз читают первые вот этих самых, и при чтении делают Кавану на имя ангела Михаэля, думать о нем написано очень все. Потом человек написано, справа налево проводят 3 раза по лбу, и все мысли уходят. Если нет удачи, написано бывает такое, тяжело все идет. Читает 3 раза Тегерим 119-й самых. И даже Аризаль, великий каббалист, учит, что у каждого человека есть всегда, даже самый, который считается неудачным или что-то, всегда есть один день в неделе и один день в месяце, когда удача ему способствует. Надо просто этим воспользоваться, поэтому читайте. Для спасения от злого глаза читать 11 раз подряд Тегерим 119-й самых, это очень помогает. Ну, Айн еще, да, это сгула от воровства, чтобы у тебя не украли, читается 119-й Айн. Для, чтобы правильно, когда у тебя суд, какая-то тяжба, чтобы судья судил правильно, тоже читается 119-й Самик. И вообще, чтобы не судили строго тебя, тоже это хорошо. При болях в левой руке, 3 дня подряд, 7 раз произносят 119-й Тегерим, кусочек Айн, это помогает. И Бекур Халим, посещение больных, есть заповедь, написано, кто больного посещает, забирает 1,6-ю часть болезни. Вот 18 раз читают Айн, это тоже помогает. Спасибо, ждем следующий урок, да, теперь с Пэй начнем. Брахава от Слаха.